Прогнозы, что субсидирование производителей молока в 2014 году продолжатся, вдохновляют руководители СХПК. В последние дни уходящего года в Канажском районе республики открылся еще один коровник. Таким образом, на Атнашевской молочной товарной ферме стало более полутора тысяч голов. В эти же дни в Красноармейском районе распахнула свои двери и новая овцеводческая товарная ферма. Благодаря реализации приоритетного национального проекта развития АПК за последние семь лет построено и реконструировано 157 объектов животноводства. Ежегодно, несмотря на все трудности, которые происходят у нас в сельскохозяйстве, вы знаете, что в этом году и засуха была, и очень тяжелая уборка. Но есть такие руководители, которые грамотно ведут бизнес сельскохозяйственный и вкладывают деньги, получают результат. И вот сегодня здесь открытие фермы, крестьянского ферма с хозяйством, это Бекулова, который, пусть даже воспользовался грантом, который был выделен как из федерации, так и из республиканского бюджета, и вот завершил строительство фермы. Я считаю, что это важные моменты. И в целом по Чувашской республике у нас семь фермеров таких фермеров. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм получили 10 крестьянско-фермерских хозяйств. Общий объем господдержки составил 62 миллиона рублей. Благодаря полученной государственной поддержке фермерские хозяйства закупили более 200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Приобрели семян зерновых, овощных культур, многолетних трав и картофеля в количестве 86 тонн. Сельскохозяйственные предприятия республики постепенно увеличивают обрабатываемые площади и вращивают непривычные для республики культуры. В этом году было засеяно 3,5 тысячи гектаров горчицы, 2,5 тысячи кукурузы. Три региональные целевые программы, а пока Чувашия. Поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и устойчивое развитие сельских территорий. В 2013 году прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства России.